Встреча с Олегом Викторовичем Встреча с Олегом Викторовичем Встреча с Олегом Викторовичем Встреча с Олегом Викторовичем Читает умеете, вы сами можете прочитать. Значит пошли дальше. Начну я с нескольких примеров. Это примеры данных полученных со скамерами цвета. Но вторая лекция у меня будет посвящена как раз получению использования данных, спутниковых данных о цвете океана. Вот, а сейчас просто я очень коротко скажу, что, ну у вас уже не первый лекций по спутниковой океанографии, поэтому вы знаете, что существуют спутниковые датчики разных диапазонов, микроволновые, красные. Сегодня мы говорим о спутниковых датчиков видимых диапазонов. И они занимают свою и весьма весомую нишу. Почему? Ну вот, у спутниковых скамер света есть, конечно, недостатки в сравнении с микроволновыми. Они зависят от погоды. Облачно для них непреодоримые препятствия, в отличие от микроволновых. Но зато это единственный скамер света, спутниковый прибор, который может задвинуть под поверхность океана. В отличие от груза, в отличие от микроволнового излучения, излучение видимого диапазона с очень малыми потерью проходят морскую поверхность. И выходит назад. И достигает верхней границы атмосферы, где вот это излучение воспринимается спутниковым скамерным цветом. Оно несет в себе информацию о том, что есть под поверхностным слоем. О процессах, которые там происходят, о характеристике этого поверхностного слоя. Ну и вот несколько изображений. Ну просто я подобрал, как бы, такие наиболее интересные и разнообразные. Значит, вот видите, смотрите, это вот безумасштабная динамика в Балтийском море. Вот. Видны вихри, нити. То есть все это видно из космоса, и можно смотреть, как все это изменяется во время. Это Черное море. Ну, с географией у вас должно быть хорошо. Значит, вот это река Дунай. Видите, тут. Это поле хлорофилл, концентрация хлорофилла. Вот, видите. Ну, Дунай выносит много питательных веществ, благодаря которым происходит, значит, расцвет китику Антону. И вот, видите, тут повышенная концентрация. Опять же здесь, видите, вот это уже вырос рек. Вот опять же, видите, такие межмасштабные вихри. Все это очень хорошо вот видно с помощью скайных цветов. Это вот цветение ядолитых водорослей в Каспийском море, южную часть Каспийского моря, на Дуляре. Ну, то, что называется по-английски «Hunful Bloom». Значит, это цветение, оно опасно для птиц, там, для рыб и даже для человека. А это было могучее цветение, там ранее еще они даже взяли рога, там несколько десятков сантиметров, совершенно этого слова. Это пылевая буря. Значит, здесь вот пустыня Сахары, и вот пылевая буря, значит, пыль выносится из Сахары в определенные сезоны. Это действительно, этот область получил название «Море мрака», потому что вот такое количество пыли выносит, что, значит, действительно мрак сплошной. И эта пыль может переноситься через Атлантические океаны, достигать побережья Соединенных Штатов, и, кстати, создавать там тоже раздоносное цветение, так называемые «красные приливы». А это вот уже не разы, это, наоборот, обобщение. Это одно из достоинств спутниковых скамеров, то, что можно наблюдать практически одновременно огромную акваторию и повторять эти измерения довольно часто, ну вот с периодичностью, в общем, один-два дня. Значит, это распределение среднее, вот за среднемноголетнее, среднемесячное распределение концентрации хлорофила в Атлантическом океане. Вот, такая классическая картина, вы, наверное, ее видели просто для других характеристик. Значит, вот экватор, значит, вот эти области, то, что называется океанской пустыни, здесь очень бедные в биологическом отношении районы, и, наоборот, вот май, с ним цветет уже зона умеренных широт, вот видите, тут высокие концентрации. Ну, а здесь зима, здесь нет. Так, ну вот, теперь перейдем к делу. Значит, основные фотометрические величины, вы все должны знать. Значит, вот у вас поток излучения, что такое поток излучения? Это энергия в единицу времени, да, q-энергия, t-времень. Соответственно, значит, энергия джоуль, джоуль, делить на секунду, Ват. Облученность. Это поток на единицу площади. Ну, если мы хотим по какой-то площади осредине, значит, мы должны взять, время получаем, рассчитать, вот мы берем интеграл. Ват на метр квадрат. Ну, и, наконец, яркость. Значит, это поток, d квадрат f, с бесконечно малой площадки ds, с бесконечно малым телескому угле d1. Ну, а космус здесь стоит, потому что площадка должна быть ориентированной в направлении распространения. Ну, вот картинка. Значит, вот какая-то тут площадочка. Значит, нас интересует яркость этой площадки, вот методом управления, определяемым углом θ, но еще зенитным углом φ. Мало интересного угле d1. Яркость, да, это основная величина. Основная величина, которая, в общем-то, полностью, если не учить поляризацию, описывает распространение цветового излучения в среде. Ну, так, как принято говорить, описывает цветовое поле внутри среды. Причем, значит, вот вы берете какую-то плоскость, которая вас интересует. Не обязательно это должна быть реальная плоскость. То есть не обязательно это морская поверхность или дно. Это может быть воображаемое. Вы внутри среды взяли какую-то плоскость, на ней выделили площадку, выделили направление, которое вас интересует. Ну и вот, значит, яркость, соответственно, описывается положением точки, разница ест-р, угла нтета и фини. Ну вот, скажем, облученность. Облученность рассчитывается через яркость. Вот по такой, достаточно простой форме. Ну, поскольку тут присняется. Значит, в интервале, в телесном угле 2π. А площадку, ну, вы можете повернуть так, как вам интересно. Теперь характеристики оптических свойств. Ну, мы ведем речь о морской воде. Ну, в принципе, это относится к любой среде. Но, вот важно отметить, как я сделаю позже. Значит, ну, вот показатель преломления, да? Показатель преломления, которое состоит из действительной части и мнимой части. Значит, действительная часть – это отношение скорости света в вакууме к скорости света внутри среды. А вот этот штрих характеризует поглощение. Вот A – это показатель поглощения. Вот он определяется вот таким вот образом. То есть это некий коэффициент пропорциональности между поглощенным потоком на малом отрезке пути dL, ну, значит, пропорциональным падающим потоком. Вот тут написано. И вот показатель рассеяния. Значит, вот то, о чем я вам сегодня рассказываю, связано с рассеянием света в воду среды. Не было бы рассеяния, и спутники бы ничего не видели. Ну, и много вот интересных и времени бы не наблюдалось. Поэтому вот важно понимать специфику морской возле – это рассеивающая среда. Или, как говорят, мутная среда. Ну, рассеивающая среда лучше звучит. Свет рассеивающая среда. То есть это среда, в которой существует… Ну, рассеяние практически существует в любой среде, но здесь рассеяние достаточно велико. Велико по сравнению с поглощением. Поэтому фотоны, которые попадают в водную среду, они успевают рассеять и даже не раз, тем, чем они позволят. Вот показатель рассеяния – это, значит, тоже коэффициент пропенсиональности отношения рассеянного потока, причем рассеянного по всем направлениям. По всем направлениям. На малом отрезке пути и на бесконечном малом отрезке пути ДЛ, значит, коэффициент пропенсиональности между падающим рассеянным потоком. Теперь вот очень важный параметр, который характерен именно для важного для рассеяния света. Это показатель рассеяния в данном направлении. То есть вот то, что я раньше написал – B. Это интегральный показатель рассеяния, который учитывает весь рассеяние света в любом направлении. Но нас интересует угловое распределение рассеяния света. Это тоже очень важно для процесса сохранения. Поэтому, значит, вот вводится такое понятие, как показатель рассеяния в данном направлении. Вот B от θ. θ – это угол рассеяния. Ну, то же самое, значит, это коэффициент пропенсиональности рассеянным между рассеянным световым потоком в данном направлении карпизовым углом θ, в малом телесном угле – dω на малом отрезке 5d. Ну вот связь между общим показателем рассеяния и показателем рассеяния в данном направлении, оно достаточно понятно. Как показателем рассеяния – это весь рассеянный свет, значит, мы должны его собрать весь, то есть проинтегрировать, проинтегрировать по полному телесному углу – 4π. Довольно-довольно-довольно-телесный угол. Ну или, учитывая то, что у нас, в общем, для декатрицы для уголовного распределения существует осевая симметрия, мы φ отсюда выносим, это просто будет 2π. Ну и вот такое выражение получается. Ну и, соответственно, декатрицы рассеяния. Вот это показатель рассеяния, который соответствует абсолютным величинам, значит, вот тут написано, обратный метр на стердям, стердям к единице-телесному углу. А это безразмерная величина, ну, там обратный стердям на стердям, как мы пишем, что лучше. Значит, это отношение показателя рассеяния в данном направлении к общему показателю рассеянию. Нормировка, ну, тут написано единицу, но часто используют 4π. и теоретические выключения. Значит, вот эти три показателя, показатель поглощения, показатель рассеяния и показатель рассеяния в данном направлении, ну, или индикаторизм рассеяния, тут вы поедете, представляют собой полный набор характеристик, которые описывают оптический свойств морской воды без учета тривизации. Но это еще не все. Значит, вот показатель рассеяния вперед. Это интеграл по полшфере, от нуля до пип полов. То есть, вот есть луч сверху, да? Вот, значит, вот есть плоскость в пенникулярном направлении, ну, собственно, здесь на весло. Вот есть плоскость в пенникулярном направлении распространения. Значит, нас интересует свет, который рассеян вот в полу плоскости, вперед рассеян. А биби – это показатель рассеяния назад, соответственно, задней пучки. Ну, средний поиск мы с однократного растения нам не очень нужен. А показатель ослабления – это показатель, который учитывают все пучки. Вот есть направленный пучок. Направленный – значит, ну, малую расходимость. Ну, говорят, параллельный пучок, но параллельных пучков не существует в природе. Вот, они всегда, пучки имеют какую-то там очень малую пучку, все равно расстояние. Поэтому мы говорим направленный или коллинированный пучок свет. Вот, показатель ослабления – значит, это показатель, который учитывает все потери. и за счет поглощения, и за счет рассеяния. То есть С – это показатель равен A плюс B. Сумма показателей рассеяния и поглощения. И вот знаменитый закон Бугера, который показывает, как направленный пучок ослабляется в зависимости от расстояния. Вот, если на входе у него значение F нулевое, то на расстоянии L будет значение FL, которое показывает, относится к этому изменению. То есть это экспонент. L – это длина пути, C – показатель ослабления. Замечательный закон. То есть он, Сергей Иванович Вавилов, проверял его экспериментамент. Восемнадцать порядков. Вот на восемнадцати порядках излучение ослабляет. То есть на восемнадцати порядках и так он работает. Хотя он имеет в рассеянии среде ограничения. Значит, вот пропускание слоя T – это благотворительная чина, T – называется оптическая толщина произведения C на L. Ну и наконец, вероятность выживания фотона. Вероятность выживания фотона – это отношение показателя рассеяния к показателю ослабления. Вот видите, какое название – вероятность выживания фотона. По-английски, правда, это звучит «Single Scattering Abida», то есть «Обеда однократного рассеяния». Но вот это название, оно хорошо отражает все дела. Значит, вот все эти характеристики, о которых я вам говорил до этого, они все имеют вероятностный смысл. То есть свой. Вот что такое показатель поглощения? Мы можем трактовать это как вероятность того, что фотон поглотится на единичном отрезке пути. Ну, df на f можно на один фотон получать. В общем, фотон поглотится на расстоянии, на единичном отрезке пути. Ну и здесь b – это фотон рассеется, в смысле, испытает рассеяние на единичном отрезке пути. Дальше, значит, то же самое. Вот показатель рассеяния в данном направлении. Вероятность того, что фотон рассеется в направлении θ, под углом θ. то есть… …поэтому вот эта вот… …прилечина… 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 …к despertwo район ормиго… … это действительно… вероятность того, что фотон выживет, то есть это тоже условно вероятность. Фотон испытает взаимодействие с средой, но рассеется, не поглотится, а рассеется. То есть, положивается живается фотон в районной основе. Ну еще, значит, вот есть такой показатель, тоже очень важный, K, он характеризует ослабление потока излучения. То есть вот у нас есть солнечное излучение, оно падает на поверхность, висекается поверхность, входит в воду и дальше распространяется вглубь. И вот ослабление, ну или наоборот, излучение идет вверх, есть восходящий поток излучения. Значит, излучение ослабляется вот тоже по такому же закону, как бы по закону Бугера, только, ну, с неким приближением, только с другими коэффициентами. Коэффициент этот существенно меньше, чем C, показатель ослабления для направленного пучка. Почему? А по той причине, что вот когда у вас есть поток излучения, там вот, когда мы рассматриваем направленный пучок, любой фотон, который изменил направление, он уже все, он уже вне пучка, он потерян. А здесь фотоны, которые рассеяны вперед-вниз, они же остаются в потоке, поэтому, значит, эта величина меньше. Ну, это все из курса оптики, и это не велик, соответственно, а больше, поэтому я так очень кратко об этом не говорю. Ну, теперь, значит, меня, вроде, перебивают вопросы, которые необходимы для понимания, то есть похода. Вот, поэтому не стесняйтесь, кто-то кому что не ясно, сразу спрашивают. Теперь мы переходим к факторам, которые формируют спектральную яркость восходящего излучения, которая измеряется спутником, датчиком света. Значит, вот солнышко, да, вот спутник летает. Значит, нас интересует яркость восходящего излучения на верхней границе атмосферы. Значит, вот солнечное излучение проходит через атмосферу, ослабляется в атмосфере. А тут важно то, что одновременно происходит рассеяние назад. То есть атмосфера, вот если здесь, скажем, черный океан, ничего из океана не выходит и не отражает, то все равно атмосфера будет светиться, поскольку солнечное излучение, проходя через атмосферу, создает рассеянное назад излучение. Яркость атмосферы. И надо сказать, что это очень существенно, потому что вот яркость атмосферы составляет, как правило, 90 и больше процентов того сигнала, который регистрирует спутник РСК. Дальше, значит, излучение попадает на поверхность, а поверхность отражается. Это тоже добавка, которая приходит на спутниковую дачу. Ну и, наконец, вот излучение, которое вышло из воды. Значит, излучение, что такое излучение, которое выходит из воды? Это обратно рассеянное в воде излучение. Солнышное излучение попало в воду, рассеялось, часть его пошла вперед, там, воп, а часть пошла назад. И вот это вот излучение доходит до спутниковую скалю. Собственно, это полезный сигнал. Оно определяется рассеянным поглощением света морской водой. А эти свойства, оптические характеристики, они зависят от самой воды, но здесь оно не написано, потому что это как постоянная составляющая. И от примесей, то есть от жирных растворенных веществ, ну, в том числе и филепланктон, которые, значит, вот формируют оптические характеристики морской воды. Ну, вот геометрия наблюдения, значит, мы, собственно, вот Солнце, да, значит, вот спутник, мы здесь, значит, вот геометрия определяется зенитным углом Солнца, ну, и азимутальным тоже. И зенитными азимутальными углами наблюдения, направление на Сталин. Ну, и еще вот важная высота. Теперь мы можем написать вот такое уравнение. Значит, уравнение это приближенное, поскольку мы рассматриваем, значит, вот эту результирующую яркость, которую спутник измеряет, спутник из камеры измеряет, как сумму, как суперпозицию нескольких составляет. На самом деле они влияют друг на друга, поэтому вообще говоря, это приближенное. Но это хорошее приближение. Значит, дело в том, что если будет очень уж молотная атмосфера, там, скажем, облака, вот я уже говорил, то просто мы ничего с вами не сможем увидеть, ничего не сможем сделать. Поэтому это случай неинтересный. А тогда, когда вот можно использовать спутник и данные, тогда, значит, приближение вполне. Значит, давай посмотрим, что здесь есть. Значит, здесь вот есть атмосфера, которая складывается из двух составляющих. Вот R – это релесская атмосфера. Релесская атмосфера – это рассеяние, которое создаётся, моллиграммное рассеяние, которое, значит, обусловлено газовой составляющей. Дальше вторая главная составляющая – это яркость, создаваемая аэрозоль. Аэрозоль – это величайшие частицы, но мы дальше будем вам подробно говорить, которые, значит, находятся в атмосфере. Ну, и ещё, значит, здесь сюда входит также взаимодействие между релеевской и аэрозольной атмосферой. То есть фотон, который испытал рассеянство в релеевской атмосфере, потом, значит, может ещё дополнительно рассеянство в аэрозольную атмосферу. Ну, и наоборот, обратно. Теперь дальше. Что такое вот это за член? Здесь T большое и Lg. Lg – это «g» от английского слова «glint» – «блик». Это яркость, которая создаётся солнечным бликом. Ну, вот там его все видели. Если вы смотрите, там, когда в солнечный день, на глобную поверхность, вы видите, там, значит, блики от прямых солнечных лучей. Это отражение от прямых солнечных лучей. Значит, ну, если бы поверхность была абсолютно гладкой, ровной, значит, горизонтальной, то это была бы, в общем-то, почти дельта-функция, то есть, ну, поскольку солнечные лучи, они густонаправленные, расходимость была, то, значит, и отражённый блик был бы сосредоточен в небольшом телесном угле. Но поскольку поверхность, как правило, взволнованная, то этот блик размывается, и считается, что в плюс-минус 30 градусов блик может попадать в приём. На самом деле, даже больше. Это очень важный член, поскольку, значит, если солнечный зайчик, да, солнечный зайчик попадает в приёмник, он его забивает, и, в общем-то, ничем нет. Второй член тоже связан с поверхностью. Вот это WC, опять же, это от английских слов, white caps, барашка, белый барашка, кема. Значит, здесь стоит тоже пропускание, но оно, видите, другая пункта, вот мы об этом будем потом говорить. Ну и, наконец, вот то, что нас интересует, это то излучение, W от слова water, которое вышло из-под поверхности и, значит, идёт наверх, с пунктом удачи. Вот это наша задача, для того, чтобы получить информацию об океане, нас интересует вот этот, вот полезный сигнал. А вот это всё мы должны каким-то образом устранить, учить. То есть извлечь, измеряется вот, значит, вот просто, полезная измеряемая информация, это LT от леонных иных, то есть в нескольких спектральных каналах измеряется яркость восходящего излучения на верхнем верном сатмосфере. И вот мы, используя эту информацию, должны извлечь полезный сигнал, который, как я уже говорил, составляет, как правило, минимум 10%. Задача тяжёлая, но всё это решаем. Ну вот это пример вкладов. Значит, это пример вкладов разных составляющих в суммарную яркость. Вот суммарная яркость LT. Это спектральные каналы спутников сканера CIVS, которые, к сожалению, уже не работают. Хотя, на мой взгляд, это лучший сканер, который был, но поехать с нами лучше. Значит, вот его длинный волк. 8 спектральных каналов, 6 видимых, 2 внутракрасных. Значит, вот измеренная величина, да? Значит, вот этот склад релеевской атмосферы. Видите, вот в кратковолновых каналах, он, в общем-то, доминирующий. Но поскольку, я не знаю, вы это всё подходили или нет, значит, в зависимости от длины волны для релеевского рассеяния, лямбер минус 4. То есть это излучение сильно возрастает в кратковолновом части, а потом резко ослабляет длинную волну. И с этим связано одно из замечательных явлений, которое мы долго считали. Объясните, потом нашли. Но, к сожалению, я уже могу предоставить пример. Это синий цвет неба. Он исключительно благодаря тому, что атмосфера будет иметь такую зависимость, лямбер минус 4, чистая атмосфера. Поэтому синий цвет доминирует. Ну, это, кстати, относится к морской воде, к чистому слову. Вода аэрозольная рассеяние, но она гораздо менее селективна. Вот видите, здесь 30 раз, больше, чем 30 раз. 30, почти 4 раз. Правильно. Ну, а здесь, вон, меньше, чем 1,5 раз. Вот блик. Блик существенный, но он примерно пропорционален с электронным распределением, с электронным распределением, падающим солнечным. Ну, white caps, видите, пены. Дело в том, что, когда много пены, то, опять же, это связано всегда с плохой погодой. По-разному, тоже, в случае такой, практически ничего. Ну, а когда пены мало, то вклад ее не очень велик. Ну, и, наконец, вот наш полезный сигнал. Ну, побольше, видите, чем. Это чистая вода. Это, видите, это темнообразие. А, вот это два из островов, там чистая вода. Значит, ну, все равно, вот там, ну, здесь 1,7, да? 1,7. Ну, а других, ну, вот здесь примерно 10%. Ну, вот видите, это просто вот такой порядок величин. Чистый вода. Ну, вот из того, что я сказал, следует, что мы должны выполнить, как-то два этапа работы. Первый. Это вот убрать из этой общей яркости, измеренной спутником скалерным, все, что не относится к воде. Я имею в виду, к излучению больше, чем из-под воды. Это атмосферная коррекция. Значит, мы должны определить ну, вот, вот, вот. Ну, а после того, как мы сделали, уже получили LW вблизи поверхности воды, мы приступаем к следующему этапу. Это расчет биоптических параметров воды. Биоптические параметры воды это вот, ну, во-первых, оптические характеристики воды, ну, и святое то, что их определяет эта концентрация хлорофила, концентрация вешеного вещества, концентрация окрашенного органического вещества, ну, вот, можно еще много чего рассчитать, там, распространение солнечного излучения по тому же вводу среди объема поглощения. Ну, и кроме того, значит, вот эти компоненты, они являются трассерами, поэтому, наблюдая их распределение, мы можем следить по динамике воды. Значит, прежде всего, мы должны иметь некое представление об атмосфере, потому что, значит, вот решение задачи, оно невозможно без использования неких моделей, малопараметрических моделей. То есть, мы должны параметризовать атмосферу, вот, параметризовать поверхность, с тем, чтобы у нас, ну, по крайней мере, число уравнений не привыкли, это было больше, или там равно, число неизвестно. То есть, если мы возьмем все неизвестно, их будет там в три раза больше, поэтому нам надо прометризовать, надо задать. вот, в частности, в частности, в частности, вот модель атмосферы. Ну, очень это распространенно, значит, общепринято, рассматривать, такую трехслойную атмосферу. Значит, озон. 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 Озоновый слой, вы, наверное, про него знаете, да, что он находится на высоте, там, порядка, 22 километров. Вот, это наш щит, который защищает нас от воздействия губительного ультрафиолетового излучения. Ну, вот, некоторым годом назад поднялся страшный шум по поводу того, что дыры появились в озоновом слое, и их действительно обнаружили со спутника. Вот. Ну, они, наверное, были раньше, но не было раньше спутников. А вот летал такой замечательный прибор ХОПС на спутнике американском минус 7. Значит, тот лозунг Мэттенспектрона. В Антарктике дыры в озоновом слое, которые, значит, перестают защищать поверхность озоновых лучей, азовооткрытых теоретских лучей. Но озон поглощает не только в ультрафиолете. У него еще есть полоса, она называется полоса Шупии, видимо, область, там, где-то, 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 поэтому его надо учить. Дальше, значит, вот релейская атмосфера, о которой мы говорили. Аэрозольная атмосфера. Ну, это вот по-другому. Значит, релейская атмосфера, она обладает двумя замечательными свойствами. В одном из них я уже вам сказал. Это то, что спектральная зависимость, вот эта вот оптическая толщина релейской атмосферы. Обратно функциональность четвертой степени длины волны. Ну, вот примеры релейской атмосферы. А другое важное свойство, это то, что, ну, в отличие от мастерской индикаториции, потом, значит, индикаториция молекулярного растения симметрична относительно плоскости длины волны. То есть, вперед и назад рассеиваются одинаковые количества звучит. Теперь переходим к аэрозолу. Значит, опять же, нам нужны модели, нам нужна модель. Значит, вот модель, которая используется широко, это две составляющие аэрозоли. Один из них тропосферный или континентальный. То есть, это аэрозоль, это частицы с Земли, которые выносятся в верхние слои аэрпосферы и могут даже не один раз вокруг шарик прокрутиться. И океанический аэрозоль. А уже это не работает, да? Океанический аэрозоль. Что такое океанический аэрозоль? Это обводненные солевые частицы. Значит, ветер сдувает с поверхности воду, эти частицы попадают в атмосферу, солевые частицы и вода их обводняет. Ну, а дальше рассматривают разные смеси. Вот морской аэрозоль. Это 99% аэрозоль, 1% аэрозоль. Или прибрежная аэрозоль. 99,5% и 0,5% аэрозоль. Аэрозоль. Но вначале вот НАСА это используется для атмосферной коррекции. Было 12 моделей. Значит, вот эти, то, что я перечислил, и еще для разных отлаженцы, поскольку отлаженцы, поскольку отлаженцы, зависит от меня частицы, это так же. А сейчас у них еще больше, они рассматривают несколько моделей. Вот на самом деле, поскольку сейчас мощный компьютер, то очень популярно стало, особенно уникальцев, то, что называется Look Up Tales. То есть насчитывается огромное количество таблиц. Вот и они хранятся там в памяти. А дальше вот надо, значит, что-то там обычно просто подбирают как бы под модель. Модель подбирают под эксперимент, прошу прощения. Значит, вот эти таблицы листают там и смотрят делающиеся сайты. Ну, поэтому они вот насчитали в новой модели, но это я потом об этом скажу. Значит, во сколько мы должны закончить нашу рейку? перерыв там? 16.50. 16.50. Перерыв мы устраиваем? Да. На 5 минут. На 5 минут. А когда? Через 5 минут? Хорошо. Я же так решила. Значит, проезд в виду от помещения на самом деле. Хорошо. Значит, пошли дальше. Ну, вот оптическая модель атмосферного аэрозоля. Дело в том, что значит, вот для того, чтобы получать информацию о морском аэрозоле, о морском аэрозоле, аэрозоле над океаном. Значит, построили огромное коллинию, построили сеть целую. Сеть называется аэронет. Значит, в частности, она размещается в океане эксперимент этой сети. То, что на многих островах, в разных океанах, значит, там устанавливается солнечный фотометр, который работает практически, значит, в автономном режиме. Ну, что-то надо, на нем ухаживать. А я был в рейсе, там, значит, наблюдал, как он работает. Очень давал. Вот лежит, так вот обувь, потом, как солнышко встает, у нас так встрепенулся и начал, значит, наворачивать круги, он измеряет угловое распределение и яркость солнца на просвет. Вот. И вот, значит, получая эту информацию, можно решать обратную задачу и восстанавливать распределение частин по размерам. Поэтому вот это вот результаты измерения аэронета на разных. Вот видите, один это Гавайские острова, два это острова для Румыниса, Термонские острова, это Мадийский, Каасиджу, ну и вот среднее распределение. Значит, вот видите, значит, вот это вот континентальный аэрозой тропосферный, вот здесь, видите, мода где-то уже сблизи от 90, чуть побольше. А здесь более крупные частицы океанические, значит, они различаются по размерам эти две моды или фракции и соответственно по артическим характеристикам. Поэтому есть возможность вот разделять эти моды по артическим данным. По данным спектрическим другим. А вот у них как раз вот видите, совсем разная спектральная зависимость. Значит, это вот видно вам, да, это вот морской аэрозоль, это прибрежье, это тропосферна. тропосферный самый мелкий, у него соответственно наиболее селективное спектральное зависит. А это вот, это у нас вот как раз морской, моритамин, морской. Вот тут еще влажность тоже 50%, значит еще раз я вам эту табличку покажу, поскольку мы переходим к следующему факту, это влияние поверхности. Значит, вот просто я вам напоминаю, что блик вносит существенный вклад и мы его конечно должны учитывать. Значит, от чего завис солнечный блик? Ну, он зависит очевидно от геометрии наблюдений, да, где солнце, где спутник, вот, вот эти углы, это нулевое, фи нулевое, углы солнца и направление наблюдений, это фи. А еще он зависит от состояния поверхности, значит, для того, чтобы, ну вот у вас спутник там, солнце там, значит, если поверхность гладкая, то отраженный солнечный луч никак не попадет в прием. для того, что он попал в приемник, нужно, чтобы была площадочка на стой поездке, которая была наклонена под соответствующим углом, так, чтобы вот, угол отражения равнялся 2 по 10. Пример. Да? Поэтому, значит, вот мы должны знать вероятность распределения уклонов. Вот здесь она расписана. Значит, сюда входит средний квадрат у клоуна, который определяется скоростью лета. Значит, вот эта форма Кокс и Мак, которые, практически, вот видите, 54-го года, до сих пор все ее используют, еще очень важно. Но, правда, значит, это, видите, одномерное, тут не учитывается набравление скорости лета, на самом деле, его надо учитывать, но просто не будет. Здесь, важно, чтобы вы понимали, почему я не отвечу. Ну и, соответственно, значит, мы можем рассчитать вклад солнечных бликов, яркость восходящего излучения. Значит, вместо яркости удобно использовать коэффициент яркости. Это яркость, набирая на облученность на верхней границе атмосферы. Это S0, облученность, которая создает солнечные излучения на верхней границе атмосферы. Ну и вот, для того, чтобы учитывать ображенный свет, надо, значит, использовать коэффициент отражения в интернерском длине производного облучения под углом холмига, а он определяется соответственно углом. в интернерском но эта задача решается, значит, на самом деле вот таким вот образом. Значит, видите, отбил параметр скорость ветра. Скорость ветра берут просто по данным метеоценкам. То есть, каждые три часа. и, значит, ее используют, а дальше вот прокручивают для данной скорости ветра, как называется, они говорят, маск, маск для бликов, и ее включают сюда. Так, ну хорошо, тогда давайте отдохнем, дань цель на месте. Если есть вопросы, я еще раз проверяем.